Понятно, когда человек хочет сэкономить деньги, живя в родном доме, а не снимать квартиру в дорогом городе. Хотя тебе может быть неуютно встречаться с ним там. Красный флаг, он сидит у родителей на шее и ведет себя как великовозрастный ребенок. Наверняка большинство из них все же на нем. Но чтобы ты сама потом не жаловалась на то, что он распоряжается бюджетом и лишает тебя самостоятельности, полезно иногда платить тоже. Красный флаг, он вообще никогда не платит и даже на счет не смотрит. Или высчитывает, что ты должна на 89 рублей больше из-за креветок в салате. Все популярные книги об отношениях предостерегают от рассказов о бывших на ранних статиях знакомства. Но разве прошлые романы перестали быть частью тебя? Наверняка ты и сама говоришь на эту тему. Так что зачем запрещать ему? Красный флаг, он говорит, что она сумасшедшая. Это может означать то, что потом он и о тебе будет говорить то же самое. Или же он имеет в виду, что она способна проявлять человеческие эмоции. Многие из нас отягощены таким количеством планов, что приходится бронировать все заранее. Но правило ли это обязательное для всех? За день-два достаточно, даже если ты по уши занята. Все же отношения предполагают и общение. Красный флаг, он всегда звонит в последний момент. Учитывай, что женщины в целом гораздо более экспрессивные создательницы смс, чем мужчины. Может он очень занят. Красный флаг, он всегда пишет после полуночи, когда выпьет и заскучает. Это не значит, что он скрывает нечто ужасное. У всех найдутся маленькие секреты на жестком диске. Красный флаг, любое действие требует пароля администратора, история браусера постоянно чистится. Кажется, тебе пора от него уходить. Он не повзрослеет. Скорее всего, он любит женскую компанию и понимает девушек, а не думает, как бы завести с ними роман. Красный флаг, он зовет их бабами. Значит, не уважает и не считает равными себе. Ты все еще здесь. Если в хорошем ключе, на здоровье. Красный флаг, не хочет знакомиться с твоими. Боится, что потребует жениться или просто не любит женское общество. Раз-два в неделю и немного, нормально. Красный флаг, ты третий раз за месяц таскиваешь его тело в такси и уверяешь водителя, что оплатишь химчистку салона. Тут и объяснять не нужно, ситуации бывают разные. Красный флаг, он не ищет работу и хочет просто сидеть дома и ждать вдохновения. Значит, он может продуктивно работать и не делиться с общественностью подробностями своей жизни. Красный флаг, он запрещает появляться в соцсетях тебе. Какое он имеет на это право? Верно, никакого. Присмотрись, наверняка диктаторские замашки видны и в других его поступках.